Всем привет! Я Макс Дахин. Я являюсь техническим директором и одним из основателей группы компании Крокс. Мы продолжаем наши видеолекции и в новом цикле видеолекций будет затронута такая интересная тема, как трансляторы мобильной связи. Но сама по себе тема достаточно сложная, и поэтому мы начнем с того, что будем постигать в очень упрощенном виде азы радиотехники. И затем постепенно подберемся уже к устройству репитеров, посмотрим на их различные схемы, их различные реализации, остановимся на тонкостях их работы. Ну и заодно уже на самих электронных схемах мы возьмем, разберем некоторое количество репитеров, там китайских, российских, там наших, в том числе, которые мы делаем. И посмотрим, чем же они отличаются, почему такой разброс цен на эти устройства. И будем пытаться понять, где скрыто вот секретные ингредиенты, которые влияют на цену и качество работы этих самых репитеров. Вот, а пока предлагаю начать с очень простых вещей. Немного вспомним школьную математику, я буду много чертить графика функций. И постараюсь все это, ну, объяснять доступными словами, те вещи, которые мучат 5 лет в вузах. Что ж, давайте мы посмотрим, что же такое есть амплитудно-частотная характеристика. То есть, амплитудно-частотной характеристикой называется функция, которая отображает зависимость передачи какого-то устройства от частоты. То есть, есть у нас какое-то устройство, я буду специально чертить, используя минимум радиотехнических терминов, для того, чтобы вам было просто понятно. А затем уже буду показывать, как это выглядит уже в радиотехнической интерпретации. Вот, есть какое-то устройство. У него есть вход радиочастотный и есть у него выход. Радиоустройство это может быть активным и пассивным. Если у нас устройство пассивное, то в большинстве случаев вот этот вот вход input и выход output, они эквиваленты. То есть, в случае пассивного устройства у нас сигнал может идти и сюда, и сюда. То есть, вход и выход взаимообратимы. В случае активного устройства вход и выход местами меняться не могут. Все, это запомнили, уяснили. И теперь, для того, чтобы измерить передаточную характеристику этого устройства, считай, амплитудно-частотную характеристику, что мы должны сделать? Мы должны на вход устройства подключить генератор сигнала. Он обозначается вот так вот. А к выходу устройства мы должны подключить вольтметр переменного тока. Ну, в данном случае, высокочастотный вольтметр. А все, что я дальше буду рассказать, имеется в виду высокие частоты, там, мегагерцы или гигагерцы. Вот. Теперь смотрите. Наш генератор умеет перестраиваться по частоте. Допустим, поскольку, конечно, наша цель понимания устройства репитеров, мы будем говорить о частотах, на которых работают усилители мобильной связи. И мы будем оперировать частотами, допустим, там, 700, ну, там, пусть 1000 мегагерц. И вот этот генератор может перестраиваться с определенным шагом, допустим, 1 мегагерц. И мы построим график вот такой. Допустим, уровень нашего генератора составляет 0 dBm. И начинаем перестраивать генератор по частоте. Вот обозначим уровень 0 dBm. Если бы мы напрямую подключили сюда, то мы получили бы попросту линию. Здесь у нас находится отчет по частоте. Если наше устройство пассивное обладает какой-то амплитудно-частотной характеристикой, то после прохождения сигнала через это устройство мы получим какой-то график. Если это у нас фильтр, то мы получим, ну, допустим, такую-то характеристику. Отметим точки уровня, соответствующие минус 3 dBm на этом графике. Вот эти точки, соответствующие уровню минус 3 dBm от вершины графика, называются полосой пропускания фильтра. Запомнили это. Это очень похоже на наши антенны, о которых я рассказывал в прошлых лекциях. По уровню минус 3 dB измеряется уровень ширины диаграммы направленности. И здесь в фильтрах то же самое. Минус 3 dB это ровно половина мощности приблизительно. Там 3,02 кажется. И, соответственно, по половинной мощности мы измеряем полосу пропускания нашего фильтра. И такая картина, она свойственна пассивным устройствам. Теперь рассмотрим следующий вариант. Если это устройство является активным устройством, то получается, что, ну, как правило, активные устройства, это уже усилители. Бывают, конечно, и активные фильтры. Но в данном случае мы поговорим об усилителях. И посмотрим тоже, подаем сюда сигнал, свипируем частоту, изменяем ее там от 700 до 1000, допустим, мегагерц, и получаем, соответственно, какую-то там линию, допустим, вот такую. Вот это источник. Мы поточечно изменяем частоту, и, соединив эту линию, получим, соответственно, коэффициент усиления вот этого устройства, если это у нас усилитель. Ну, там, допустим, это, соответственно, уровню плюс 10 dBm. И видим, что коэффициент усиления там в данном случае растет. А здесь, например, там, если бы мы дальше продолжали график, он может уже уменьшаться. Хочется отметить тот факт, что у усилителей, как правило, коэффициент усиления с ростом частоты, он уменьшается. Это связано с тем, что для высоких частот начинает сказываться уже входная емкость устройства, она шунтирует высокие частоты и влияет на коэффициент усиления. Ну, там много очень параметров сказывается на этом. Я не хотел бы остановиться на этом подробно. Достаточно сложная тематика. Вот. Поэтому усилители очень часто делают резонансными. Их цепи внутренние, входные и выходные оптимизируют для работы на определенных частотах. И, соответственно, можно в нужном рабочем диапазоне получить подъем, усиление и выходной там мощности. А уже вне этого диапазона получить, соответственно, все равно нам эти характеристики малоинтересны. Уже можно получить худшие характеристики. Помимо амплитудно-частотных характеристик, есть еще немаловажные параметры. И о них сейчас я вам расскажу. Итак, наше устройство. Там вход-выход. Если это активное устройство, оно может обозначаться вот так. Соответственно, это усилительный каскад. Также на схемах может оно обозначаться еще просто вот так вот. Таким треугольничком. Вот это обязательно in. Это out. Фильтр может обозначаться несколькими вариантами. Если мы видим вот такое обозначение, ну, к примеру, вот так, вот так, то у нас получается это фильтр верхних частот. Он имеет вот такую амплитудно-частотную характеристику. Это вот. Может быть, фильтр полосовой, к примеру, обозначаться вот так. В зависимости от того, видя, что зачеркнуты, то такая амплитудно-частотная характеристика и получается. Здесь будет вот такой график, допустим. И бывает фильтр нижних частот. Я обозначу вот здесь. То есть, если мы вот здесь зачеркнем, то получится вот такой вот график. И этот фильтр будет выглядеть вот так вот. Понятно, да? Все эти конструкции нам понадобятся. Еще есть устройство, так называемый дуплексер. Он также используется в ретрансляторах мобильной связи. И сам по себе дуплексер может иметь два вида конструкции. Это вход. И вход разделяется на два фильтра. То есть, это либо вот такой вариант. Получается, здесь сюда входит сигнал. И здесь он разделяется, вот как показано, на сигнал, который высокочастотный и чуть более низкочастотный сигнал. Также бывают вот такие конструкции дуплексеров, где сигнал поступает на два полосовых фильтра. У такого фильтра уже характеристика имеет вот такой вид. И обозначу это один. Это два. Дальше вот так. И мы получаем вот что-то такое. Вот так. И вот так. А еще вот так оно делается. То есть, здесь полоса пропускания определенная у нас есть. Вот кратко все, что я хотел сказать по фильтрам и усилителям, по их амплитудно-частотным характеристикам. В целом, вроде бы, все как бы понятно. И давайте еще посмотрим на другие характеристики тех же усилителей. Очень важная информация сейчас будет. Обратите на нее внимание и постарайтесь это понять. Если я что-то непонятно буду рассказывать, то советую почитать об этом в интернете. Потому что это очень-очень важно будет для дальнейшего понимания. Какие параметры у усилителя могут быть? Самый важный, один из самых важных параметров – это усиление. Какое усиление бывает обычно у усилителей? Ну, оно, как правило, там составляет 8-25 дБ. Обычно даже оно редко у однокаскадных усилителей превышает 20 дБ. Усиление является одним из важных параметров. И оно показывает то, насколько сигнал вырастет на выходе относительно входа. То есть, если мы сюда подаем сигнал, допустим, минус 10, а усилитель у нас плюс 20, то, соответственно, здесь мы получим плюс 10. ДБМ, ДБМ. Вроде все понятно. Но, опять же, вот эта величина, то, насколько он усиливает, если мы вернемся к графику амплитудно-частотной характеристики, то получается следующее. И построим, например, сигнал, которым подаем на вход, пусть он будет зеленый, а на выходе снимаем красный, то, опять же, на вход мы можем подавать что-то вот такое, ну, относительно ровное. А вот на выходе мы можем получить уже даже что-то вот такое. То есть, нужно понимать, что вот это усиление, оно указано для рабочего диапазона частот. Ну, и смотря, что нас интересует под рабочим диапазоном частот. Если нас интересует равномерность амплитудно-частотной характеристики, то мы увидим, что вот здесь приблизительно это ровно. Соответственно, опустив сюда линию, мы можем посмотреть, в каком рабочем диапазоне частот оптимально использовать этот усилитель. То, что иногда нам линейность усиления не очень важна, и можно использовать и другие участки этого усилителя. Касательно усиления, думаю, все понятно. И следующий важный параметр это выходная мощность. О выходной мощности хочется сказать следующее. Наиболее важное это то, что выходная мощность, величина очень интересная. Вот смотрите, допустим, есть у нас какой-то сигнал синусоида. Зеленое на входе. Как-то усилитель это усиливает. Допустим, у нас не инвертирует сигнал. Но амплитуда сигнала, вот выходная мощность, у нас ограничена. И если мы будем подавать сигнал сюда очень сильный на вход, так что у нас, к примеру, у нас выходная мощность может быть всего лишь 0 dBm, то что будет происходить с синусоидой? А будет происходить такая неприятная вещь. Она будет доходить до максимального уровня и вот так ограничиваться. К чему это приведет? Это приведет к тому, что усилитель работать нормально не сможет. И сейчас я вам расскажу еще одно такое понятие. Это спектр сигнала. Спектр сигнала – это такая штука, очень похожая на амплитудно-частотную характеристику, где здесь у нас амплитуда, здесь частота F и спектр сигнала – это в абсолютных величинах, в dBm-ах. То есть, если здесь мы можем говорить в относительных величинах, просто в децибелах, на сколько там увеличилось что-то, то уже спектр оперирует абсолютными величинами, там ватами, ну, мы относительно милливата все это смотрим. Вот, то вот, к примеру, у нас получается следующее. Если у нас мы подаем сюда, допустим, сигнальчик какой-то, ну, пусть там 1000 МГц, и мы начинаем упираться в нашу максимальную выходную мощность, то у нас начинает возникать ряд гармоник. Для прямоугольного сигнала у нас возникает небольшая вторая гармоника и достаточно, может быть, сильная третья гармоника. То есть, это уже 2000, а это на частоте 3000. Такой спектральный отклик. Ну, в зависимости от характеристик усилителя, он может быть либо очень большим, либо не очень большим. И в зависимости от того, насколько мы перегрузили наш усилитель. Поэтому у усилителя есть оптимальный рабочий диапазон входных уровней. Усилители за счет этого очень сильно отличаются по устройству, по цене и по потребляемому току. У усилителей есть вот здесь схемотехнически обозначен. Еще один вывод. Допустим, вот тапот. Вывод там общий. И вот этот вывод питания, он нас потребляет определенный ток. Если мы хотим получать большую выходную мощность, ну, в силу конструктивных особенностей усилителя, у него будет очень высокий холостой ток. То есть, даже при слабом сигнале он будет потреблять большой ток. И это даст возможность работая в этой точке усилительным элементом нашего усилителя развивать большую выходную мощность. Ну, к сожалению, тематика очень-очень сложная и ее простыми словами сложно рассказывать. Поэтому, как правило, мощные усилители имеют большие габариты. Они к тому же еще имеют такой плохой параметр неприятный, скажем так, как коэффициент шума. Было бы интересно и неплохо иногда, если нам ну, не имеет значения энергопотребление использовать только мощные усилители. И, соответственно, мы можем работать с сигналами, казалось бы, любых уровней, но мощный усилитель дает большой коэффициент шума. И поэтому мы не можем усиливать слабенький сигнал из-за того, что коэффициент шума будет очень большим. Так. Ну, наверное, это вот основные ключевые параметры усилителей. есть, конечно, очень-очень большое количество других мелких нюансов. Давайте на них потом будем, я просто буду их водить уже по походу других объяснений. То, что иначе будет вам сложно. Все, наверное, давайте на этом сегодня закончим. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, и в следующем видео я продолжу рассказывать об усилителях снова и снова. Всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok